Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Дзюдо. Японская борьба самая популярная среди самарской молодежи. Секции клуба работают в каждом районе города. Тренеры воспитали не один десяток чемпионов не только Приволжского федерального округа России и Европы, но даже и мира. В ближайшие дни на татами вновь выйдут спортсмены, чтобы определить сильнейших в первенстве чемпионате по Волжье. О формате турнира и не только мастеру спорта расскажут. Андрей Кузнецов, исполнительный директор федерации дзюдо Самарской области. И Радик Гарифуллин, главный тренер сборной команды дзюдо по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас действительно будет проходить два крупных соревнования практически одновременно. Это чемпионат Приволжского федерального округа 19 и 20 апреля в городе Самара. МТЛ-арена, спортивный комплекс. И первенство Приволжского федерального округа будет проводиться с 21 апреля по 24 апреля в городе Тольятти. Будет, наверное, насчитывать количество участников около 300 детей. До 13 лет приедут. Я думаю, что на чемпионате ПФО в Самаре будет порядка 250 участников. А почему было решено, так скажем, разделить два соревнования в два разных города? Ну, это, так скажем, и в целях развития и популяризации дзюдо в общем, в области в целом. Мы стараемся проводить такие крупные соревнования и в областных городах. Я думаю, что и другие областные города будут охватены тоже в будущем. Ну, у нас в Приволжском федеральном округе 14 регионов. Вот они, вот эти вот все команды приедут. И, ну, в основном, конечно, из республики Татарии конкуренты. Оренбург сильный у нас. Удмуртия. Пермь. Чисто личное за это соревнование. Уличное. И будет отбор на чемпионат России. И отбираться будет четверка в каждой весовой категории. Вот четыре человека, которые займут первое, второе и третье места. Два третьих у нас подзюдо. Они попадают на чемпионат России. Чемпионат России будет проходить в городе Вунальчике. Это в начале сентября. Седьмого по одиннадцатого. То есть будет еще время по тренироваться. Да, да. У нас все лето впереди. У нас там будут сборы. Планируем, например, сборную в Самарской области. Созвозить на Эльбрус сначала наверх, в горы. Там где-то на 24 дня. У них вырабатывается и функциональная способность. Этот способность. Вот эти выносливость. И как бы в Высокогорье там, как говорится, этот, сжатый воздух там, кислороду поменьше. Они привыкают сначала там, а потом вниз спускаются. И здесь идет обогащение там и крови, и все. И уже более такая работа идет. И ребята себя чувствуют нормально. И практически чуть ли не на целый год заряжаются вот эти. Не зря же там ребята с гор приезжают. Вымысливые, крепкие. Вот. По этой методике вот. Ну, о наших командах. Расскажите по возрастам. Кого можно отметить? На кого ставите на этих соревнованиях? У нас вот сейчас как раз 4 девочки. Они отобрались вот как раз в это же время будет, на следующей неделе, на чемпионат Европы. Ты кто? Это Мария Персидская. 48 килограмм, 57 у нас. Анастасия Конкина и Ирина Заблудина. И в команде, вот как вы говорили, стенка на стенку, вам интересно, будет выступать Дарья Межецкая тоже она, 57 килограмм. Но это у нас известные звезды. Да, да. Их не будет. Будут выступать и молодое поколение, поэтому у нас и состав такой специально подобрали, который лидеры есть. То есть будет у кого-то шанс проявить себя? Да. Ну и на следующий год, как говорится, возраст он идет, а молодое поколение должны мы поднимать. И поэтому вот приглашаем и молодых даже, которым они не взрослые, но до 21 года. У нас с 18 лет и старше можно выступать на соревнованиях по взрослому. В двух зачетах, так скажем, и у себя. Да даже в трех. Даже в трех? 21 год до 21, до 23 и потом по взрослому. Каждое соревнование – это как бы неожиданности. Вот, например, бывает же, даже олимпийский чемпион стал он, прошел там полгода, он приехал там на другие, даже простые международные соревнования, он может там проиграть. Вот это тоже неожиданность. Правильно? Так же и здесь. Неожиданность может быть, как говорится, в любой момент. Мы выставляем молодых, перспективных, которые могут что-то показать, которые тоже рвутся в бой. Но то же самое, что и другие регионы. Они выставляют новых спортсменов, молодых, так сказать, задорных. И я думаю, что можно будет посмотреть хорошую борьбу, бескомпромиссную и, так сказать, на всех парах. Думаю, что будет много неожиданностей и будет много новых фамилий, которые появятся у нас, чемпионы Приворско-федерального округа. Так ребята заряжены, готовы к борьбе там все, готовы завоевывать призовые места. И в дальнейшем, если, как говорится, в Нальчике на чемпионате России уже, в основном, я думаю, там должны проявить себя и завоевать, как говорится, медали. Если говорить о подростках до 13 лет, первенства. Там еще даже задор и этого будет, там битва будет такая, они... Там уже три дисциплины, они сдают на приемы, это ката, потом эстафеты, и потом уже чисто борьба. И вот по этим трем дисциплирам будет являться там, ну, команда первая, вторая, третья. Ну, как вы знаете, дети, они сами такие азартные же. Там будут и крики, и вопли, и ажиотаж будет даже похлеще, чем на чемпионате по взрослому. Что еще, кроме чемпионатов России, ждут наших спортсменов? Что интересного мы увидим? У нас вот заключено соглашение с Самарской епархией. В прошлом году первый раз проводилось на высоком уровне. Всероссийское соревнование среди детей до 15 лет. И вот именно этот турнир тоже планируется сделать в будущем международным. Поэтому и по другому возрасту. И поэтому, я думаю, мы увидим еще много хороших иностранных спортсменов у нас в Самаре. Ведь это то же самое развитие и популяризация, вот в связи с тем, что у нас проходили такие большие международные соревнования, как Следственный комитет Российской Федерации на призы, Кубок Митрополита Самарского и Сызранского, Золотая Лига. Мы проводили Перемство России, мы проводили Кубок России. Мы проводили, если я не ошибаюсь, 5 соревнований при вузку федерального округа. То есть на этой вот волне интерес к зюдо очень сильно возрос. И количество занимающихся очень сильно возросло в Самарской области. Их сейчас насчитывается порядка 6 тысяч человек по всей области, в которых 4 тысячи это подростки и дети занимающиеся. Практически уже 42 или 45 школ в области, школ, секции и клубов открылись и работают. 108 тренеров, 12 из них заслуженных тренеров России, СССР. Ну, я думаю, что все у нас впереди. И мы еще будем работать над тем, чтобы принимать какие-то международные турниры. Ну и всероссийские, конечно, тоже. Ну и как у нас любят говорить спортивные чиновники, из массовости уже может получиться качество и спортсмены на чемпионат мира Олимпиаду? Несомненно. Ну, также у нас уже практически две Олимпиады. Вот в 2012 году в Лондоне у нас выступало три участника. Та же самая Ирина Заблудина и вот Кондратьева, который сейчас Комова. А Герхович Булаев занялся. Естественно, стал олимпическим чемпионом. Да, олимпическим чемпионом. Думаю, что пару спортсменов у нас войдет в Олимпийскую сбору. Ну да, в Олимпийскую сбору. Как минимум? Нет, но минимум, я сказал. Как минимум, да? Минимум. И вот сейчас после этой Европы будет там уже сборная России готовится к чемпионату мира осенью будет в Будапеште. И вот мы тоже надеемся, что наши спортсмены туда попадут. Это было Дзюдо на телеканале Самары ГИС в программе Мастер Спорт. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова